Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Познакомился с мужчиной через знакомых в интернете. Он живёт в Москве, я в Питере. Общаемся четвёртый месяц. Дваза приезжал ко мне. Он по национальности ингуш. Общаемся каждый день. Влюбился безумно. Порывался приехать ко мне, но он живёт с бывшей женой и детьми в эпатичной квартире. В семье у них сплошные ссоры, но по их законам он не может уйти, пока дочери не исполнится восемнадцать. Ей пятнадцать. Ждать три года, боюсь, не хватит терпения. Бывшая про меня знает. Когда он дома вечер и ночь, мы практически не общаемся, чтоб не накалять обстановку. Как быть, не знаю. Ну, как быть, чтобы что, Юлия? То есть, наверное, нужна какая-то цель. Вот. Если вы хотите как-то быть, то логично, что, наверное, должна быть какая-то цель. Поэтому давайте начнём с того, что определимся с тем, как быть, чтобы что. это первое. Второе. Поскольку ваш мужчина живёт на носичке России, вот, то законы его страны на территории России не действуют. И, соответственно, он, если не хочет, не обязан им, так скажем, следовать, вот. Либо он этого не знает, я имею ввиду мужчина, либо этого не знает, либо знает, но вот целенаправленно как-то старается этого избежать, вот, это такой момент. Следующий момент, вы говорите, что безумно влюбились, если можно, если можно, то хотелось бы как-то об этом немножко поподробнее. То есть, что это за чувство, вот, которое вы называете влюбленностью? А что значит безумно влюбились? Я не в том смысле, что вы не влюбились, я, нет, я абсолютно не в том смысле говорю сейчас. Я именно пытаюсь как-то вот прояснить момент, да, прояснить вопрос, связанный с вашим текущим состоянием, чтобы было, ну, понятно, а в какую сторону вам можно двигаться в этой, в этой ситуации. Вот. Дальше, значит, вы говорите о том, что жена его про вас знает, вот, вы говорите о том, что не общаетесь, вот, несмотря на то, что жена, получается, у него бывшая и, как бы, ну, конфликты у него, значит, с женой. С вами не связаны, если я правильно понял, вот. Но вы все равно не общаетесь, чтобы не накалять обстановку. Вот. Это довольно интересно. То есть, по сути, на данный момент мужчина так себя позиционирует, что вы для него удобным. При том условии, что, может быть, он действительно вас любит, при том условии, что он действительно, может быть, хотел к вам переехать и так далее. Но вот, на данный момент, ситуация выглядит так, что вы ему удобны. Вот. Что он, по сути, ничего не теряет. Да. Только приобретает, а вы, по сути, дело теряете. И вот это, наверное, вызывает основные вопросы. То есть, вызывает основные вопросы именно то, что вы готовы, ну, чем-то жертвовать. И дело здесь, дело здесь само собой не в том, чтобы не жертвовать. Вы можете жертвовать. В этом нет ничего, в этом нет ничего плохого. Но момент здесь заключается в том, насколько для вас это легко, насколько для вас это естественно, насколько для вас это приемлемо. Вот, о чем, вот о чем идет речь. Поэтому, крайне, крайне важно, крайне, крайне важно, вы себе на этот вопрос ответили. Потому что, если вы будете с собой жертвовать против, ну, против своей воли, например, да, то есть, ну, условно говоря, вам, вам тяжело как-то, да, вам трудно, вам болезненно, например, с собой жертвовать. Так вот, если вы будете с собой жертвовать через силу, то ваши отношения очень быстро испортятся. Очень быстро испортятся. Такие дела, поэтому вы попали в ситуацию, ну, вот, где есть, действительно, жена этой машины, который сразу от своей жены не ушел. И, как правило, мужчины, которые сразу от своих жен не уходят, да, они от них и не уйдут уже. То есть, очень редко, очень редко бывает так, что, ну, что они уходят, к сожалению. Поэтому, вот, не хочется вас, конечно, как-то разочаровывать, да, не хочется расстраивать. Вот, но лучше, если, будет лучше, если вы постараетесь подготовиться к тому, что человек решит оставить все, как есть, да, объясняет тем, что для дочери так лучше будет и так далее. Вот. При этом я повторюсь, что законы его страны на территории России не действуют. Вот вы пишите, что он живет в Москве, соответственно, но он живет на своей стране, не будет гушать. Вот. И на территории этой страны его законы не действуют. Для меня, например, было странно немного то, что человек, вот, воспринимает как аргумент то, что он не может, ну, уйти из семьи, потому что дочь не достигла, там, какого-то определенного возраста. Вот. То есть, как бы, ну, для меня это немного, вот, выглядит, конечно, как, ну, как обговор. Вот, я ни в коем случае не хочу, эм, как-то принижать человека, вот. Ну, просто таких случаев, таких случаев очень много, вот. Значит, ваша, ваша задача основная заключается в том, чтобы определить, в каком вы состоянии, да, как вы, ну, как вы встречаете перспективу того, что нужно, ну, мириться, да, с наличием жены. Вот. То есть, не общаться там, ну, с ним, например, и так далее. Вот. То есть, я бы очень хотел, чтобы вы постарались на этот вопрос себе ответить. Это очень важно. Вот. И дальше уже опять два обталка, дальше уже опять два обталка. Именно опять дальше, ну, дальше. Вот потому что это, и на самом деле только это, на мой взгляд, является важным. Потому что, ну, как бы, вот, в одних случаях вы действительно на самом деле можете это всё делать естественно, вот. В одних случаях вы на самом деле можете относиться к этому спокойно, вот, не воспринимая это как что-то, ну, как что-то плохое, так. Как что-то такое вот негативное. Ну, в одном случае. А в другом случае вы можете чувствовать себя как бы жертвой в этой ситуации. И вот это вот нельзя допустить. Нельзя допустить, чтобы вы чувствовали себя жертвой. Нельзя допустить, чтобы чувствовали, что, ну, условно говоря, да, что вами пользуются. Даже из, значит, ну, из каких-то благих целей. Вот. Понимаете, да? На этом всё, пожалуй, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. Обращайтесь за помощью вам. Она, если помощь, на мой взгляд, пригодится. Вот. Будет очень здорово, если вы сформулируете базовые постулаты для психотерапии. Это позволит вам начать над собой работу. Вот я желаю вам всего самого доброго и удачи.